От часа к часу мне становилось все хуже. Вас это устраивает? Да что ж такое-то? Оно по сосудам проросло. Зачем? У вас что, что-то болит? Вы себя как-то плохо чувствуете? 8 тысяч долларов стоимость этой операции. Никогда больше здесь она не заведет домашнее животное. Может быть, вам сок, может быть, вы хотите покушать, может быть, вы хотите попить. Я в шоке от этой истории. Всем добрый день, добрый вечер. У нас очередная вылазка в лес с Серегой. Час от нашего дома. И мы вообще в какой-то глухомане. Тут песочек, такая тропинка, песок и... Такие деревья. Полувялые. Мы тут были сумасшедшие, здоровые деревья. А сейчас вышли на пустырь. Идем к какой-то обзорной площадке. Сегодня воскресенье, 5 марта. То есть мы не в снегах. Мы не поехали кататься на лыжах, потому что все закрыто. Таха закрыт, куда мы хотели поехать. Йосемити тоже закрыт до сих пор. Все закрыто. Из-за осадков. Там куча метров снега навалило. И пишут, что такого не было. Типа за последние десятилетия такого не было. В общем, опять очередные какие-то рекорды. Поэтому не удастся попасть. На этой неделе не удалось. Не знаю, сможем ли на следующей. И сомневаемся. И скорее всего, так как все закрыто, уже две недели, то когда все откроют, все сразу ломанутся. Наверное, будет там народу куча. Я уже боюсь на что-либо надеяться. Мы вчера купили шлем и очки. Все-таки решили купить, потому что аренда... Ну, выгоднее купить. И через пару поездок это окупится все. Поэтому никакого снега. Мы не увидим никаких катаний. Не увидим. Либо через неделю, либо через две недели. Удастся нам туда попасть. А пока... Гуляем по... По лесам. Мы пришли уже в лес. Тут пенечки такие симпатичные. Куча, 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 куча деревьев. Это вот размеры этого... Панья. Парковка здесь стоила 10 долларов. Уже не стоит удивляться, я думаю. Но все равно вот такая разница в ценах. Такое сравнение, что в Юсэмити на 7 дней 35 долларов. Понятно, что там ты еще, если будешь там ночевать, должен будешь заплатить за кемпинг. Или за отель. Ну, кстати, да, это уже надо посмотреть, сколько это будет стоить. Но все равно, блин, 10 долларов за парковку. Ну, тут чисто лесочек. Ничего больше такого уникального нет. Но деревья красивые. Вот деревья, поросшие мхом, например. Такие зеленые горелые. Это, кстати, как будто сгоревшее дерево. Мы тут все еще идем, грязь месим. И я вот хотела сказать насчет погоды. Я просто вот часто подмечаю погоду, там жалуюсь на нее. Потому что здесь все завязано на погоде. Все такие развлечения, какие-то интересы, они все на улице. Какие-то парки, хайки, лыжи, сноуборды, велосипеды. Это все связано с погодой. Если погода позволяет, то ты живешь. Если дождь, то все умирает. И все люди по домам. В квартире темно. И депрессия начинается. Поэтому здесь все завязано на погоде. Вот сейчас опять шел дождь. Мы ничего не делали. Ну, мы занимались документами. Но погода здесь важна. Но опять же, то, что сейчас происходит, это, как я поняла, очень большая-большая-большая редкость. Вот эти все дожди. Но, тем не менее, это все имеет свой конец. Вот уже должно в течение недели, в течение двух недель это все прекратится. Надеюсь. Ну, все, мы вроде вышли на нормальную тропинку. Сейчас идем к машине. Мы поедем домой. Здравствуйте всем. Кому-то добрый вечер, кому-то доброе утро. Сегодня опять 25. Потому что, как я уже говорила в начале видео, никуда мы не поехали. У меня... У нас на данный момент, в моей записи, 8 марта. Сейчас у нас среда. Поздравляю всех женщин с 8 марта. В Америке этот праздник вроде как не празднуют, ну, празднуют русскоязычное население, потому что в России 8 марта это как Новый год. Так как-то сложилось. Важное напоминание, что ценить женщин или любить себя нужно не только 8 марта, но и весь год. Это важно. Но этот праздник для меня как бы... Мне как бы ровно от него, никак. А на этой неделе особенно мне никак и ровно, потому что... Ну, Анна, сначала по порядку надо будет рассказать. В понедельник я пошла на ламинирование ресниц. То есть я уже здесь нахожусь несколько месяцев, и вот только спустя это время я решилась как-то куда-то выйти, пойти. К кому-то, на услугу. Мне до этого не то, что не хотелось, ну, короче, как-то было не до этого, скажем так. И не была я готова к этому морально. И вот сейчас я созрела. Я записалась там заранее еще к девушке, конечно, к русской девушке на ламинирование ресниц. И вот записалась на маникюр тоже к русской девушке. Пойду 14-го числа. Но суть не в ламинировании ресниц, не в этой услуге. Все прошло хорошо, мы пообщались. Девушка уже живет 7 лет в Америке. Прекрасная, простая девушка. Нам было комфортно общаться. И весь, всю процедуру, это где-то больше, чем полтора часа, мы разговаривали о ее собаке. Так как у девушки дома собака, лабрадор, уже взрослая собака 11 лет. И моей собаке 13 лет. И у меня не совсем лабрадор. Как лабрадор, но золотистый ретривер. Это тоже к лабрадорам, в принципе, относится. И так как она любит свою собаку, и я ее понимаю, она разговаривала только о своей собаке. Да и я задавала вопросы, мне интересно знать, и каково ей, потому что собака взрослая, и мне сейчас тяжело, потому что моя собака взрослая, и я боюсь не застать свою собаку. Ну, в общем, мы как бы с ней, так сказать, как две души, в общем, с похожими переживаниями. Ее собаке 11 лет. Девочка. Из чего начался разговор, с того, что они эту собаку также привезли из России, эта собака уже здесь находится 7 лет. И начался разговор с того, что мы с Сережей когда-то, не сейчас, не в ближайшее время, потому что у меня есть Семена, да и вообще просто сейчас не время, когда-нибудь, конечно же, заведем собаку здесь, потому что я не знаю, как мне будет после Семена, но я уже давно смирилась с тем, что он рано или поздно уйдет, умрет. И самое главное, что он уйдет и умрет естественной смертью, скорее всего, потому что на данный момент у него никаких серьезных болезней нет. Это вот для меня очень важно и это меня успокаивает, что если собака умрет, то просто уже от старости, не от халатности, не от безалаберности, не от того, что хозяйка уехала, на самом деле Семен уже очень много лет, большую часть своей жизни живет у бабушки, а я непосредственно участвую в его жизни, покупая ему еду, витамины, паштеты, все, чтобы он был счастлив. И бабушку он уже давно очень сильно полюбил, а бабушка полюбила его. И также Сема меня считает своей хозяйкой, то есть я его не бросила, он меня не забывает, у него не было тоски по мне, он не болел, не переживал. Мы уже давно с ним живем вот на таком как бы на расстоянии, но раньше я либо жила в Орле, бывала долгое время, в Хаттенсе жила, либо очень часто приезжала. Вот, так, от темы отошли, возвращаемся к теме, что мы с Сережей когда-то либо планируем завести здесь собаку. В целом и кошку можно было бы, но кошек у меня никогда не было, с собаками я знакома, у Сережи собаки никогда не было, но был кот. И я спросила, каково это, иметь здесь собаку, ну или как-то мы пришли с ней к этому разговору, и ее итог был в том, что никогда больше здесь она не заведет домашнее животное. Никогда. Возможно, когда-нибудь она передумает, потому что собака, ее собака тоже рано или поздно уйдет. Но она сказала, что после того, что она здесь пережила с собакой, больше она на это не пойдет. Мы знали, что собаку здесь иметь это дорого, как и в любой стране. Иметь животное, в принципе, это дорого и очень ответственно. Но здесь как-то это по-особенному дорого. Обязательно на собаку здесь должна быть страховка, так же, как и на любое существо живое. При поиске жилья, если это съем жилья, ты дополнительно доплачиваешь какую-то сумму в месяц за то, что ты живешь с собакой. По-моему, они платят, не буду врать, 50 или 70 долларов доплата в месяц за собаку. И депозит на съемное жилье увеличивается, по-моему, на 500 долларов. Потому что вы живете с животным. Там, я не знаю, зависит от собаки, кошки, но мы как-то обсуждали, что даже если у вас рыбки, это тоже влияет на стоимость. Потому что после домашних животных в квартире, в которой вы жили, как правило, люди живут как минимум год здесь в жилье, заключается договор на год. Раньше ты съехать не можешь. Можешь, но заплачешь большие штрафы. Как минимум, люди живут год. И, безусловно, после животного, даже если оно спокойное, какие-то следы достаются. Что-то там где-то поцарапано и так далее. И поэтому берут такой залог. И плюс берут еще дополнительную стоимость за животное в месяц. И первый ее аргумент заключался в том, что это дорого. И что сложно найти жилье с собакой. Если ты с собакой куда-то едешь попутешествовать, например, вот вы едете в Тахо покататься на лыжах, вы берете с собой свою собаку, варианты жилья с животным значительно уменьшаются. В целом, это как бы очевидный момент, но она сказала, что она этого не ожидала, потому что ей казалось, и да и мне это казалось, да и вообще, ты когда здесь находишься, тебе так кажется, что здесь очень dog-friendly страна и штат. Это действительно так. Ты везде можешь пойти с собакой по магазинам, везде будет для нее вода и так далее. Но, например, на поиске жилья это отражается, потому что никакой хозяин не хочет в свое жилье пускать домашних животных, потому что непонятно, что от них ждать. Все воспитаны по-разному. Сложно найти жилье с собакой, если это постоянный съем или если это временный, там Airbnb, например. Но я так подумала, что все в нашем доме, очень много людей живут с собаками. Собаки у всех, эти люди ведь как-то находят жилье. Находят. Дело, думаю, только в деньгах. Мы вам можем сдать квартиру, но платить вы будете на 500 долларов дороже. Вас это устраивает? Например, есть такой вариант, что вы можете оставить собаку здесь в детском саду на сутки. Я как-то уже говорила, что сутки стоят 100 долларов. Это прямо специализированный вот этот сад для собак, где много собак находятся в одном помещении, ими занимаются, с ними гуляют, и они между собой играют. 100 долларов стоят сутки. То есть представьте, вы уезжаете, например, вы хотите в отпуск на две недели на неделю, это уже 700 долларов или 1400 долларов. Ваш отпуск становится дороже. Это большие суммы. Либо, конечно, собаку можно отдать на передержку каким-то частным лицам. Это будет стоить в два раза дешевле. То есть, например, когда ты заводишь собаку в своем каком-то родном городе, в своей родной стране, ты ее можешь отдать друзьям, родственникам. в этом нет проблем. Это будет либо бесплатно, либо ты там небольшую сумму заплатишь своим друзьям, но точно не 100 долларов в день. Ну и самый страшный для нее опыт был, это когда собака заболела. Животные болеют, это случается. Не знаю, насколько это часто, какова статистика, но животные болеют и болеют и человеческими болезнями, и рак у них бывает, и инсульты, и проблемы с опорно-двигательной системой. Вот у крупных собак это распространенная история. Вот у Семена как раз сейчас такие проблемы, но они не критичны. Все по мере его старения. Все прекрасно. Ну как все прекрасно? Все по мере его старения. Ему уже немножко тяжело ходить, но тем не менее он ходит, он даже бегает. Я уверена, что по-прежнему на улице он бегает, на улице он всегда счастлив. Так вот, она столкнулась с тем, что ее собака здесь заболела. У нее случился камень в почках. И именно в Калифорнии, они до этого жили в другом штате, не знаю в каком, в Калифорнии им насчитали операцию по удалению этого камня 8 тысяч долларов. Стоимость этой операции. Это деньги дикие, это деньги сумасшедшие. Да, половину стоимости покроет страховка на собаку. Но 4 тысячи долларов это по-прежнему сумасшедшие деньги. И эта девушка отправила все документы и анализы в другой штат, где они раньше жили, и в клинику, видимо, в которую они раньше ходили. и там им насчитали 800 долларов за операцию. Я не знаю, насколько правдива эта история. Ей нет смысла врать. Я в целом верю. Я думаю, это зависит от клиники. Я не знаю, ходила ли она еще в какие-то клиники здесь узнавать стоимость. Но в целом я могу допустить, что действительно стоимость будет такова. Потому что здесь изначально и земля очень дорогая, и зарплаты очень высокие. Все дорого. И подразумевают то, что вы получаете здесь здоровую зарплату гигантскую, и у вас должны быть примерно такие деньги. Ну или 4 тысячи долларов. Потому что половину покроет страховка. В итоге операцию собаки, они повезли собаку в другой штат и там сделали операцию. И все было хорошо. Далее собака столкнулась с такой проблемой. Это именно непосредственно в Калифорнии. И мы с ней... Я вообще была в шоке с этой историей. Оказывается, это растение... Как оно называется в Калифорнии, я не знаю. Но в России оно называется устюг или там какой-то мышиный что-то там. Я здесь напишу название. У него много названий. Это растение выглядит как колосочек. Не совсем как пшеница, как колосок. У него как бы в целом такое название главное это устюг. Это любой колос, который в засохшем состоянии, у которого вот эти прутики и они очень острые. Они в Калифорнии здесь, где-то наткнулись на это растение. Как объясняет мне девушка, их собака скорее всего наступила именно на семечко этого растения. как пишет в интернете, как правило, животные наступают лапками непосредственно на сам вот этот колосок и он впивается им в лапу. Но скорее всего, как мне объяснила девушка, они наступили на семечко либо возможно на сам этот колосок. собака сначала начала похрамывать, потом у нее начала гноиться лапка непосредственно видимо между пальцами сколько я помню. разумеется, они не знали что это такое. Да и любой человек, когда ты читаешь я это еще что такое я испугалась. думала кто тут ко мне домой зашел испугалась. Так, дверь у меня закрыта. В общем лапка начала гноиться и разумеется они не знали что это такое как-то пытались самостоятельно там полечить но может быть там порезалась что-то занесла какую-то небольшую инфекцию возможно сами как-то пытались обеззаразить в итоге они пошли в больницу собаки я так понимаю сделали тоже операцию не помню стоимость но уже не 8000 долларов сделали операцию и достали как девушка мне сказала это растение проросло внутри лапы этой собачки и ей прям достали из лапки оно по сосудам проросло и ей достали непосредственно это растение из лапки вот как мне это объяснили так вот на это растение они наткнулись здесь и что я вообще хотела бы сказать изначально что это растение есть в России оно распространено просто будьте осторожны как пишут в интернетах не гуляйте со своими животными а я кстати с Семеном очень часто у бабушки за домом просто поля бескрайние поля иногда засаживают пшеницей рапсом кукурузой подсолнухами горошком и я с ним постоянно там гуляю потому что больше негде гулять у него там свободное вообще пространство он там разгуливается по этим полям степям и возле сухой пшеницы мы тоже гуляли ваше животное может наступить на это растение какие симптомы нужно во-первых сначала учитывать где вы гуляли если вы увидели у собачки такая лапка там или еще там она например как пишут в интернете если собака трясет ухом или у нее течет глаз и пишут что то ли одной собачке то ли кошечке по-моему собачки лечили глаз от конъюнктивитов что ну в целом логично но ты бы никогда не подумал что это какой-то устюк или устюк ну наверное устюк и лечили от конъюнктивита и конечно же запустили ну потому что а как ты иначе ты не можешь допустить вообще таких вещей и пришлось удалить глаз по-моему это была кошечка да не важно но это живое существо представляете пришлось удалить глазик потому что там уже началось какое-то загноение не удалось спасти попало как я понимаю семечко что ли господи вот кому-то попадает в уши тоже начинает чесаться трясти и конечно ты думаешь что это клещ а что это еще может быть начинаешь рыскать искать этого клеща или если собачка хромает или лижет лапку то ты думаешь что ну порезалась нужно обязательно посмотреть вспомнить где вы гуляли если вы действительно гуляли по каким-то полям степям а не просто во дворе все это соотнести и допустить что это может быть вот это растение поэтому будьте на чуку если у вас кошечка гуляет где-то свободно кошки тоже любят разгуливать по улицам или собачка будьте на чуку вот я в шоке от этой истории я не знаю как это растение я в целом никогда и не видела здесь я короче не знаю как оно здесь называется где оно здесь может быть это вот очередная проблема с которой она столкнулась здесь далее проблема это клещи да что ж такое какой-то я включила костер слишком рекламный ладно проблема это клещи клещи для меня это проблема не новая у Семена в Хатенце этих клещей тьма тьмущая но мы нашли уже давно подходящую таблеточку даем и все вообще идеально единственное что на Семене все равно клещи сидят они потом умирают ну короче это эта проблема у меня решена и с клещами все понятно но как обстоят дела с клещами здесь непонятно в России протокол такой если твою собаку укусил клещ это был энцефалитный клещ ну ты просто сразу видишь что собака не пьет не ест короче ты сразу видишь изменения в поведении своего животного ты соотносишь это с временем года если лето ты допускаешь что это может быть клещ ты начинаешь собаку обыскивать если кого-то нашел или не нашел можешь и не найти потому что ну Семен например вообще длинношерстный там такая шуба у него еще и складки эти кожаные там вообще этого клеща найти не очень просто и как мы делали мы разумеется сразу везли собаку в ветклинику в Орле от хатынца полтора часа на машине но тем не менее и в России делаю так всаживают сразу в животное 6 уколов от этого от этого от этого от этого не знаю от чего и последний укол который защищает тебя в течение 30 защищает животное если в течение 30 дней клещ укусит и это будет энцефалитный клещ то ничего не будет все будет хорошо и собака через 40 минут как новая и все прекрасно вы забыли эту историю вы просто даете таблеточки для печени чтобы немножко ее подправить потому что и эти уколы и укус клеща влияет на печень очень сильно у Семена был не один этот укус и не один раз мы его возили на уколы пока просто искали нужное для него лекарство мы сначала пользовались каплями это ему не помогало потому что в хатынце очень много клещей это прям деревня поселок поселок сильный в смысле очень много там прям все кишит клещами порой но много их вот сейчас все хорошо мы нашли таблеточку даем все замечательно так вот здесь в Америке я так понимаю такого протокола нет надо узнать какой протокол я бы с радостью сходила в ветклинику и спросила а что вы делаете если очевидно собаку укусил клещ и это понесло последствия ее собаку кусал клещ но им в больнице сказали наблюдайтесь и отпустили домой я не знаю как их собака пережила возможно это был какой-то клещ энцефалитный но не сильно я не знаю потому что насколько я знаю если энцефалитный клещ кусает животное если энцефалитный клещ кусает человека то скорее всего человек останется инвалидом на всю жизнь поэтому кстати сделайте себе прививку я вот кстати так и никак не сделала надо сделать потом так вот если этот клещ маленький малюсенький просто бусинка кусает собаку крупную мелкую какую угодно и если вы это не заметили или если у вас собака сидит на цепи или вы очень заняты вы не заметили собака просто увядает 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 и в целом я думаю в течение недели собака может умереть если ничего не делать распадается печень желтеют глазки собака умирает собака не ест не пьет нет у нее настроения ничего увядает и с миром и здесь сказали наблюдайте сидите домой наблюдайтесь и как описывала девушка их собака ушла в шкаф какое-то темное место и просто там лежала и не выходила я не знаю как она выжила почему но я говорю возможно какой-то был укус не сильный еще что-то нос собака это пережила и здесь такая история что это понимаю нужно отправлять клеща на экспертизу стоит это бешеных денег это не так просто вот поэтому здесь конечно тоже есть вот эти таблетки от клещей но еще рекомендуют так как их здесь очень много в лесах и на трейлах ну давать таблетку непосредственно брызгать перед прогулкой в общем эта девушка здесь натерпелась собакой и тратит на нее в месяц она сказала примерно 500 долларов выходит это ежемесячно на корм на какие-то таблеточки витаминочки и это не считая непредвиденных расходов если собака заболеет а собакова пожилая и уже с каждым разом может все больше и больше каких-то ситуаций происходить которые ведут тебя ветклинику а там конечно же тебя ждут и траты вот мы так подумали подумали что но собака то у нас будет скорее всего потому что это же не значит что у нас будет такой же негативный опыт это не негативный опыт это просто опыт вот он такой был у этой девушки просто ты теперь знаешь что стоит за всеми вот этими веселыми собачками здесь которые гуляют когда мы ходим на трейлы мы всегда видим собачек они на поводках все и ты понимаешь что за этим стоит еще и порой большой 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 труд и очень дорогой поэтому мы еще 15 раз подумаем будем готовы будем думать насколько мы финансово готовы к этой собаке и так далее то ли тогда потому что мы хотим куда то есть выезжать собаку оставлять негде брать с собой я так понимаю уже проблематично ну в общем пока нам одним очень хорошо нам хватает проблем личных переходим к личным проблемам в понедельник я сделала значит ламинирование ресниц все было прекрасно во вторник я проснулась вообще все нормально ничего не все отлично как и обычно так как у нас все вот эти истории с документами то все какие-то эмоциональные перепады я забросила походы в зал серёжа так и подавно тоже забросил и я вчера я в последние недели понимаю что мне очень хочется дышать воздухом потому что из-за погоды сейчас солнечно но погода очень переменчиво мы мало гуляем очень мало мы только ездим на машине в магазины и там тратим всю свою энергию и мы мало гуляем и я во вторник то есть вчера пошла на пробежку на легкую пробежку я не бегала уже очень давно я хотела именно подышать воздухом да у нас есть зал я вот хотела непосредственно надышаться этим воздухом как-то у меня прям было такое желание пробежаться потому что погода как бы в целом позволяла и легкая пробежка потому что был долгий перерыв да я вообще не бегун но здесь все условия для того чтобы это делать я делась тепло на улице слегка ветрено я надела и флис нет ни флис не суть я короче тепло оделась я и не вспотела и мне не было холодно я бежала в легком темпе да там у меня был пульс 170 не суть это никак не повлияло бег никак не повлиял на то что со мной произошло в дальнейшем я извиняюсь за подробности но это как бы реальная жизнь это случается со многими и с женщинами и с мужчинами в том числе с женщинами это случается очень часто поэтому многие женщины сейчас поймут меня о чем я я в целом буду называть вещи своими именами в этом нет ничего постыдного или омерзительного и так далее я в процессе пробежки понимаю что я очень сильно как-то резко захотела в туалет по маленькому я не скажу что я до этого выпила там тонну воды но выпила до водички думаю блин как-то странно и где-то уже далеко далеко нам подсознание я примерно понимаю или боюсь что со мной случилось именно то о чем я думаю не пробежалась там 40 минут по моему вернулась домой с такими уже какими-то ощущениями иными думаю ну может быть это после и забега то что я как бы так резко но я говорю я бежала в легком темпе я легла полежала я сходила в туалет по маленькому там уже почувствовала вот это тянущее чувство и все больше и больше ко мне стали закрадываться мысли что у меня цистит до этого со мной цистит случался дважды если цистит с вами уже случался то он скорее всего обязательно случится еще раз и так как мне уже знакомы симптомы и плюс я под напугалась так очень сильно очень боялась что это правда цистит и не хотела его и с каждым походом в туалет за вчерашний день из раза в раз это случалось от часа к часу мне становилось все хуже именно ходить в туалет это мочеиспускание в общем девушки понимают что это такое это частые походы в туалет и ты чувствуешь тянущую плюс острую боль от которой ты прям зажмуриваешь глаза потому что надо как-то эту боль преобразовать его что-то и но я не ожидала что это так стремительно что это во первых начнется так резко и разовьется так стремительно буквально за несколько часов за четыре за пять часов я окончательно убедилась что у меня цистит и мне уже плохо не ни 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 телу плохо физически уже там больно и я ощущаю боль мне некомфортно мы там сережей я конечно сереже сигнализировала в процессе говорю у меня вот подозрение мне кажется то 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 но я пыталась отгонять эти мысли прочь потому что я не хочу с этим сталкиваться я человек не болеющий никогда ничем не болела никакими несерьезными болезнями для меня болезни это приравнивается к какой-то депрессии что я вот могу быть столь уязвима мне это неприятно осознавать я не к видам не болела ничем никогда не в больницах не лежал ничего мне такого не было но в году мне удалось и на операции побывать на ли такой легкой и и поболеть но чуть-чуть и я это все так сравнила что скорее всего типа это уже из-за возраста там пора болезнь но я не знаю ни суть не важно так вот мы там съездили с сережей в магазин я в процессе как бы ехала переваривала ходила там в магазине сходила в туалет поняла что мне уже чуть хуже потом мы едем с магазина и мы уже обсуждаем вопрос что а вдруг придется все-таки обратиться ты завтра уезжаешь на работу серёжа уезжает на работу один раз в неделю по средам сегодня среда поэтому я сижу на его хозяйском месте пока его нет я говорю вот это уедешь завтра если мне нужно будет в общем на что а как я боялась именно столкновения здесь и с медициной потому что у меня были ожидания не очень плюс серёжа описывал никакие моменты я понимала что мне здесь помогут люди же здесь как-то живут и выживаются и циститами болеют и рак лечит и так далее все же здесь живы и мне помогут но тем не менее мне был страх столкновения с этой системой потому что есть не никогда не сталкивалась в россии если бы я поняла что у меня цистит я пошла бы в этот вечер купила бы то лекарство которое мне нужно выпила бы его и все было бы хорошо на следующий день там бы сходила сдала анализы обсудила бы это с врачом и все и пошли бы дальше но тут я не понимаю чего мне ждать и как бы мы постепенно подготавливаемся к тому что скорее всего придется сегодня обратиться к врачу время уже близится к вечеру я мы приезжаем домой я иду так скажем контрольный раз в туалет и понимаю что все окончательно этот цистит все признаки там сложились и немного там было крови и боль я говорю все точно серёжа меня записал больницу которая работает до 8 мы конечно же в нее не успели мы приехали искали к сожалению вас никто не может принять но открыт стэнфорд забегая вперед скажу но я об этом говорил в прошлом видео у меня есть медицинская страховка буквально полторы или две недели назад у меня ее не было и мне можно сказать запрещено было болеть конечно мы бы обратились к врачам это не знаю во сколько бы нам денег вышло но дорого мы бы конечно же мне помогли но желательно мне не болеть но тут у меня появилась страховка и может быть где-то на подсознании там мой организм расслабился но я в это не верю это просто совпадение и так вот мы поехали в стэнфорд больница собственно при как бы это не было не больница приемный покой то есть скорая помощь при стэнфорде в стэнфорд в клинику стэнфорда может обратиться любой человек не обязательно должен учиться в стэнфорде у тебя есть страховка ты можешь обратиться к нам их клиники здесь находятся по нашим районам разбросаны в некоторых местах они сконцентрированы не только возле стэнфорда и в стэнфорде они здесь есть но они не по америке есть и не по всей калифорнии они есть вот в пределах стэнфорда скажем так и где-то недалеко от него эти клиники приезжаем мы в стэнфорд я когда понимаю я понимаю что мы едем в стэнфорд я уже примерно понимаю что скорее всего наверное все будет хорошо но тем не менее я ведь еще не знаю да что ж такое то так выключаем костер включаем нормальный проверенный костер где я знаю что не будет никаких реклам в кое-то веке хотела что-то новое попробовать так вот мы подъезжаем все уже выглядит очень красиво такая прям больница написано значит скорая помощь подъезжаем заходим нас встречает охранник дает нам маску просит там положить наши телефоны пройти через рамку мы забираем вещи далее мы подходим к ресепшену нам говорят вы записаны мы говорим да отлично проходить мы проходим далее там как бы девушки операторы две девушки сидят ты садишься они начинают быстро печатать печатать спрашивать кто ты что ты адрес там в общем все про тебя там серёжа мой муж там вы его жена лала хорошо все пишут 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 параллельно подошла женщина видимо которая главный врач смены сегодняшний спрашивает что у вас кратко мы объясняем называем диагноз что скорее всего это сто процентов так она как бы окей уходит нам наши данные там записали отсканировали мы паспорт и так далее спросили на каком языке я разговариваю мы ответили что на русском серёжа был моим переводчиком он сказал могу ли я быть рядом с ней ну тем более он мой муж слава богу вот просто так все сложилось если бы он я не думаю что если бы он был моим парнем всего лишь его бы конечно пустили потому что меня никуда не уводили ни в какие там не клали меня не в больницу ничего мы просто были в пределах ресепшна скажем так весь этот вечер все нам сказали хорошо садитесь ожидайте мы сидим в общем зале где ожидают все людей было немного люди были разные пожилые взрослые молодых не было только вот мы с сергеем к нам тут же подходит следующий участник молодой парень он значит подходит с такой катающийся передвижной штукой тут экранчик от него идут проводы провода он не измеряет сразу давление кислород в крови и и температуру через рот кладет мне там железную палочку которая тоже с проводком и идет к этому экрану измеряет видимо мне температуру тела кратко спрашивает ваши напишите вашу боли от 1 до 10 кратко там какие-то мои личные вещи спрашивают про здоровье все так красненько все очень вежливо окей 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 все спасибо ожидайте и уходит измерил давление кислород температуру ничего не сказал там что у вас как это в целом просто для их это для них в общем все ушел далее подходит там это все вы не сразу друг за другом а где-то там ну минут пять-десять далее подходит другая девушка она приходит с баночкой в баночка для анализа в пакетике таком там в этом пакетике баночка и две салфетки дезинфицирующие она подходит говорит вот вам нужно будет пописать в эту баночку сдать анализы вот как бы туалет объясняет что как нужно сделать там сколько нужно в объеме и прочее прочее все играть я вас буду тут ждать ты идешь все это делаешь отдаешь ей она горит идем за мной мы идем за ней садимся перед тем как вообще мы зашли в целом больницу мне сюда наклеили какую-то наклеечку там с какими-то циферками и браслет тоже наклеили где скан который постоянно сканировали все кто ко мне подходил чтобы убедиться что это точно я тут написано зотова екатерина дата рождения вот мы заходим значит с этой девушкой за ну видимо так скажем в процедурную там эта процедурная большая она при нас там эти анализы переливает в не просто переливает а это сделано там как-то специально в общем всасывается из этой банки в колбу все так так чтобы не нарушить как это целостность в общем этих анализов в две пробирки перелила мой анализ и сказала все спасибо ожидайте мы вышли дальше сидим ожидаем подходит к нам параллельно между этим к нам опять подошла вот это главная врач дежурная смена постучала меня по почкам спросила больно ли я сказала не задала также вопросы 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 и ушла все мы сидим ожидаем к нам подходит другая девушка опять новое лицо она пришла тоже с каталочкой по моему я не помню с экраном уже или без не суть она принесла таблеточку антибиотик эта таблеточка но запаковано ну все же таблеточки разделены как бы на такие квадратики ты их можешь оторвать и вот она принесла эту таблеточку с водичкой объясняет что это вам нужно выпить выпиваешь антибиотик я была очень-очень рада потому что цистит лечит антибиотиками вот далее нет антибиотик и мы сидим в этой больнице я понимаю что мне становится хуже я уже сижу я уже чувствую боль но я понимаю что цистит не лечится по щелочку пальца то что я пришла в больницу выпила сейчас антибиотик это не значит что я моментально выздоровлю нет мне уже как бы становится хуже я уже так сижу так вот его всяк она мне дает антибиотик и мы спрашиваем этот антибиотику ну вот мне сейчас больно у меня боль пройдет она говорит нет боль не пройдет мы попросили то есть что-то еще что-то еще скажем так в целом у меня дома есть а бейсбол вот и далее она уехала ушла принесла еще две таблеточки одну там тоже какая-то с антибиотиком и другая это был обычный не норафен когда тоже по-простому называется это и у нас тоже есть в общем легкий а бейсбол принесла две таблеточки мы выпили она ушла подошла женщина врач которая главный врач смены сказала что мы сделали ваши анализы предварительно мы проверили ваш анализ у вас там инфекция общем как бы все подтвердилось мои слова там что у меня цистит и прочее у вас инфекция такие-то такие-то действия такие-то действия не помню какие действия она говорила ну что еще два дня через два дня пройдут анализы и так далее и что мы вам сейчас выпишем таблетки для дальнейшего лечения то есть сейчас они мне дали антибиотик и завтрашнего дня мне нужно будет самостоятельно эти антибиотики принимать все с этой женщиной главным врачом мы договорились как бы она окей мы окей она ушла мы с ним попрощались ожидаем подходит опять снова новый человек это уже другой человек отвечающий за другое также женщина с каталкой с экраном она снова измеряет давление кислород температуру уже не измеряла и дает нам непосредственно уже как бы выписку и рецепт два лекарства два названия заранее они спросили у нас ближайшую аптеку к нам мы назвали адрес они сказали окей и тут нам наш приносят листочки где все расписано написано эти лекарства там написан грубо говоря номер заказа и что вы можете забрать это лекарство из аптеки с завтрашнего дня все нас отпустили то есть как бы для чего они все это измеряли в начале и в конце имеется ввиду давление у них вот эта вот система что они должны убедиться в том что ты от них уйдешь и не крякнешь прям вот как выйдешь из больницы с тобой все хорошо давление но в норме что самое главное кислороду в норме все в норме мы вас отпускаем не не садили на каталку на коляску на инвалидное кресло не сажали обычно так делают но так делают я думаю когда человек лежит в больнице его из больницы вывозят на этом кресле это у них так по правилам потому что ты в их ответственности пока ты находишься на их территории они тебя вывозят все дальше ты можешь встать и идти поэтому они убедились что со мной все хорошо было когда я к ним пришла по давлению температуре и все хорошо когда я от них ухожу они все это зафиксировали у себя в компьютере все вы можете идти дали бумажки вы можете идти ожидайте там вам придут анализы на приложение у них есть приложение стэнфорда это есть стэнфордской клиники они нам тебя регистрируют ты и ты заходишь в это приложение ты можешь записываться ты можешь знать свои анализы всю свою историю и мне вот уже сегодня пришли результаты анализов в этом приложении так вот мы с сережей поехали значит после мы просидели в этой больнице ну час сорок ну два часа мы просидели там ожидали к нам подходили люди уходили я никогда не была в приемном покое я никогда на скорой помощи никуда не приезжала ты там заходишь у них сразу сразу там есть кровати если что-то с человеком экстренное случается его туда положат сразу есть какие-то уже на входе вот эти аппараты это изначально уже выглядело немножко тревожно я испугалась но все было очень лояльно очень мягко все очень вежливые все то-то то-то счета счета все было вежливо так вот мы уехали надежде что мы сейчас купим эти лекарства хотя я знала что сегодня мне уже принимать ничего не нужно мне уже дали антибиотик да мне сейчас больно да неприятно остается только терпеть ничего больше не делать мы поехали в аптеку она была закрыта наша аптека откроется с 8 утра 8 утра сегодня серёжа пошел они сказали ваши лекарства еще не готовы подходите с 10 часов утра я потом уже сама пошла к 11 то есть у них просто много заказов и эти лекарства они собирают то есть тебе не дают просто готовую пачку лекарства да как в россии они это все собирают в отдельные баночки здесь будет видео баночки где все написано когда принимать сколько что она и плюс мне в рецепте это было написано там вот утром днем перед сном и так далее все вот это нарисовано и в баночке ровно столько таблеток сколько тебе прописано это все они сортируют и выдают вот эти пакетики здесь все именно так и все утром я забрала эти баночки вот уже выпила свои таблетки мне нужно принимать одни таблетки два дня другие таблетки 5 дней по 4 по 4 таблетки все 5 дней ну и в целом все а таблетки обошлись в 25 долларов всего лишь вот сколько обойдется лечение и как это все вообще будет происходить я не знаю вообще не должны будут выставить счет либо сегодня либо в течение там недели они присылают тебе счет и я не знаю какой будет этот счет то есть он будет уже уже страховка вычтет из него какую-то сумму или ты оплачиваешь всю сумму и страховка потом тебе возвращает часть суммы пока я не знаю как это будет потом расскажу как это произойдет пока именно за лечение мы ничего не платили только за таблетки 25 долларов какие у меня в итоге впечатления мне очень все понравилось все прекрасно я ожидала вообще другого ну какие-то там в общем я боялась вот все было очень вежливо в сумме ко мне сейчас я посчитаю сколько людей ко мне подошло непосредственно врачей главврач значит парень который в первый раз ко мне подошел измерял медсестра которая брала анализ девушка которая потом принесла таблетки и девушка которая принесла выписку 5 разных людей ко мне подошли и каждый из них занимается своим делом этот забирает анализы это приносит выписки это приносит таблетки с водичкой этот парень при приходит в самом начале подходит ко всем и измеряет давление и такой как бы анамнез легкий собирает а тебе и кстати пока мы там сидели девушка которая приносила таблетки говорит может быть вам сок может быть вы хотите покушать может быть вы хотите попить якобы гринит нет нет спасибо мне вообще было я ничего не фотографировала в этой больницы не снимала мне вообще было тогда не до этого я хотела только поскорее выздороветь и не чувствовать этой боли вот я от всего отказалась но они были очень добры в общем в итоге я довольна теперь в дальнейшем я буду наблюдаться там назначи это мне назначат терапевта моего и короче там дальше что-то будет не знаю что но буду лечиться буду ходить теперь мне можно и теперь нужно и страховка есть и вот есть стэнфорд и можно лечиться в стэнфорде благополучно не платить за это сумасшедшие деньги вот и после этой истории серёжа говорит как-то теперь тяжело будет переезжать нам отсюда потому что я не буду я не знаю как в других здесь больницах но вот стэнфорд находится только здесь больше он нигде не находится да мы можем от него уехать подальше типа час-полтора ну жить где-то в другом городе но переезжать как-то сильно далеко уже не хочется после вот такого отношения лояльного к тебе потому что серёжа до этого ходил в другую клинику ему не очень понравилось потому что у них свой протокол ты должен там доказывать чуть ли не выпрашивать что тебе нужен вот этот вот тест например вот такой то вот анализ ты хочешь сдать они спрашивают зачем у вас что что-то болит вы себя как-то плохо чувствуете то есть здесь у них история такая что пока там ты не при смерти нет веской причины скажем так брать какие-то анализы но это я наверно крайность озвучиваю но примерно так было в серёжной ситуации в общем стэнфордом мы очень довольны будем теперь лечиться ночью эта ночь была бы тяжелая я плохо спала очень часто ходила в туалет таблетки сначала помогли меня отпустила потом опять случилось это боли и я очень часто ходила в туалет потом меня под утро снова отпустила тем не менее ночью я больше там десяти раз вставала бегала в туалет сейчас я не чувствую никакой боли дам у меня есть определенные еще но и говорю это не лечится за один день этого нужно лечить несколько дней пить таблетки там у меня сейчас есть еще некоторые ощущения там слегка болезненные но сейчас мне хорошо все замечательно вот я не ожидала что это может развиться за один вечер буквально то есть утром я не чувствовал ничего днем меня схватила и под вечером не уже был совсем плохо я не ожидала на видимо от цистита к циститу будет все тяжелее вот поэтому дальше там будем лечиться причины появления и так далее это все будем разбираться дальше наверное на этом все как-то мне что я устала говорить так тяжело говорить поедем мы на этих выходных не поедем я не знаю на лыжи не на лыжи куда-нибудь уже ничего вообще боюсь что-либо загадывать поэтому пока ждем ожидаем вот мне на этой неделе приключений хватило захватывающих историй хватило и блин что мне обидно что я только-только вот вышла на улицу хотела побегать вот только я хотела вылет в лица так скажем в этот опять этап спорта как меня в этот же день прихватила и я понятно на этой неделе я делать физически ничего не буду может быть мне и можно но я не буду со следующей неделе думаю опять начну если погода будет позволять то что погода сейчас очень капризная дожди ветер солнце дожди ветер солнца ночь вот был сильный дождь вот пока так вот опять вот опять в таком формате все у костра у камина берегите свое здоровье в такие моменты когда болеешь понимаю что это самое главное а я вообще как бы я берегу свое здоровье я не голая не ходила ничего я вот я считаю что как бы ну не заслуженно я болею потому что я не делаю ничего ничего такого там у меня нормальный образ жизни я нормально ем я не пью не курю я не наркоманка и я не я конечно же тут не болею каждый день но тем не менее я считаю что я вообще не должна болеть то что я никогда не болела и пока мне еще рано начинать болеть поэтому не так от этого немножко обидно и я вчера бы мне было вчера очень грустно что я опять в этом уязвимом состоянии не было от этого грустно ну короче сейчас все нормально сейчас я пойду чай пить со сникерсом и сникерс всем спасибо за этот просмотр берегите себя берегите своих близких следите за своим здоровьем когда едете в отпуск обязательно пол чемодана пускай у вас будет аптечки ваша одежда в отпуске не важно это не так важно как ваше здоровье ваши луки ваши фотки это не так важно как ваше здоровье поэтому везите себя с собой пол чемодана лекарств всех с прошедшими праздниками и до новых встреч счастливо